Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Внимание к деталям. Мэр Самары продолжает объезд районов. В народной инвентаризации у самарцев появилась возможность составить карту заброшенных зданий города. Кого посетила муза? В Международный день театра самарские актеры решали, кто лучший. В промышленный район Самары пришла проверка в лице главы города. Мэр смотрит, в каком состоянии находятся дворы, дороги и тротуары. Замечания берут на карандаш, звучат и конкретные сроки устранения проблем. Вместе с Олегом Фурсовым по промышленному району проехала и Марина Матвеевшина. Приклеил понадежнее и с чувством выполненного долга марширует к следующему фасаду. Незадачливый расклещик объявлений еще не догадывается, что попался. Молодой человек, на минуту можно сюда? За порчу фасадов школьнику приходится отвечать перед самим главой города. Сколько вам платят за эти вещи? Мало. Мало? Очень. А не пытались устроиться на работу? Пытался. Ну и что? Особо не делаю. Влад, больше не занимайтесь этими вещами, с вами свежутся мои помощники. Предложим вам работу. А это вы портите город, понимаете, вас еще могут наказать очень серьезно. И вас, и родители. На этот раз молодого человека только предупреждают и лишают стопки нереализованных объявлений и тюбика с клеем. А вот несколько управляющих компаний промышленного района только словами не отделаются. За плохую работу придется заплатить штраф. Мэр Самара объезжает промышленный район. Все замечания по состоянию дорог и дворов вносятся в протокол. По газонам замечания сделаются. Придомовые газоны. По мере вытаивания пусть вычищают. С промышленного района снег ввозди сейчас нет. Он сейчас приступил к рыхлению центральных этих самых дорог. Вот нам бы просто, мы с ним, с Анатольевичем, говорили, чуть-чуть бы увеличить немножко, как бы сейчас получше бы. Если он смотрел бы район. Нет, здесь помечания надо очищать. В зоне внимания незаконная реклама, киоски и стройплощадки. Доступ на них должен быть закрыт. Забор прилично выглядеть и не выходить за обозначенные в документах параметры. Вот сейчас мы разбираемся тоже. Тоже какая-то частная собственность, что строят, мы разберемся. Но здесь не вышли за границы. Ни одна стройка у нас, за исключением одной, на 50 сантиметров. Там старый забор был, это на физкультурный. Но мы их наказали все равно на 50 тысяч. Приведенный в прошлом году в порядок бульвар Старозагор остается самым любимым местом прогулок для местных жителей. У меня уже дети все взрослые, в том числе внук. Но дело в том, что я вижу, что здесь летом, но столько детей, как нигде. Они все здесь. Им хорошо, Никита. Хорошо. Мы в этом году сделаем фонтаны цветомузыкальными. Они будут с подсветкой цветной, будет очень красиво. Жители говорят о том, что часто делают замечания подросткам и даже взрослым, когда те не доносят мусор до урна. И понимают, наводить чистоту в таком большом городе сложно, особенно если сами горожане этому не способствуют. Невозможно, как я уже говорил, поддерживать порядок в городе только силами чиновников. Здесь необходима реакция самого общества. Мне кажется, если вот это сознание будет проникать в души людей, наверное, в городе станет гораздо чище. Очень много мусора. Вы проезжали вместе с нами, видели. Это мусор бытовой. Это мусор, который выбрасывают люди, идя по дороге, из окон автомобилей, может быть, из своих сумочек. Поэтому здесь нужно повышать общую культуру. Районным властям глава города поручает устранить замечания, которые выявили во время объезда. Среди них вывоз снега, очистка скатных кровель, подбор мусора. Сделать это необходимо в самые жесткие сроки. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Всеобщая инвентаризация в информационной системе «Моя Самара». Появились новые разделы. Теперь любой житель города может сообщить о бесхозном помещении, заброшенном здании или пустующем участке земли. Для этого нужно зайти в соответствующий раздел сайта, отметить место на карте Самары и написать небольшой сопроводительный комментарий. Программа народной инвентаризации уже реализуется в других регионах страны и в среднем помогает выявить до 30% бесхозных участков в крупных городах. Любой неравнодушный гражданин может, воспользовавшись этим ресурсом, направить информацию в адрес городской администрации. Мы проверим, если этот объект находится в нашем реестре, это хорошо. Если нет, мы его обязательно поставим. И это будут дополнительные налоги, дополнительные поступления в бюджет городского округа. Далее коротко о других событиях дня. ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Зубчининовка. По данным ГИБДД, 31-летний водитель Калины двигался по улице Макаренко в сторону выезда из города. Автомобилист не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик «Фатон», который остановился перед образовавшимся на дороге затором. В результате происшедшего водитель легковушки погиб на месте до приезда медиков. По предварительным данным, оба водителя были в трезвом состоянии. Ведется проверка. Еще один тоннель появится в Самаре. Через него будут проезжать трамваи по пути к стадиону для игр Чемпионата мира по футболу 2018 года и в обратном направлении. Видеостроительных работ появилось в сети. Напомним, сооружение тоннеля стартовало в 2016 году. Он разместится на улице Дальней в районе пересечения с московским шоссе. Его ширина составит почти 13 метров, длина около 26 метров. Самарские судебные приставы разыскали ребенка, которого отец незаконно вывез из Украины от матери. Мужчину зарегистрирован в Тольятти. Семилетнего сына он забрал год назад и с тех пор скрывался с ним. Вышли на него через интернет-провайдер, услугами которого он пользовался. Ребенка вернули матери, а отец был лишен родительских прав. Теперь он сможет общаться с сыном только через интернет. Мама с мальчиком возвратились на Украину. В Самаре возле радиоцентра появится здание полиции. На первый этап строительства потратят свыше 104 миллионов рублей областного бюджета. Новое полицейское сооружение и прилегающий к нему гараж возведут в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, около улиц Ташкентской и Демократической. Отдел будет находиться недалеко от стадиона «Самара-арена», где в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу. Там разместят залы оперативных дежурных, комнаты для хранения оружия и боеприпасов, а также архивы, помещения для задержанных и кабинеты для сотрудников. Работы должны быть завершены до конца 2017 года. В Самаре регистрация на тотальный диктант 2017 стартует 29 марта. В этом году автором текста стал писатель и историк Леонид Юзефович. Будет организовано четыре площадки, где можно будет проверить свои знания по русскому языку. Свои двери откроют социально-педагогический университет на улице Льва Толстого, национальный исследовательский университет имени Королева, а также две библиотеки «Областная» и «Юношеская» обе на проспекте Ленина. Оставить свою заявку на участие и выбрать подходящее место для прохождения теста можно на официальном сайте диктанта. Кого посетила муза в Международный день театра, лучшим актерам и трупам раздавали статуэтки Самарской театральной музы. Кому же они достались, расскажет Мариана Мирная. 21 спектакль был представлен на суд-джюри в конкурсе «Самарская театральная муза». Самара Тольяттина, Вакуйбышевск, драма, опера, куклы, номинаций и претендентов немало, но правила конкурса гласят, муза должна достаться только лучшим. Всегда в районе Дня театра идет такое по театрам легкое волнение, потому что конкурс вещь щекотливая. И, естественно, у какого-то театра год сложился более удачно этот год, у кого-то, может быть, менее удачно, но каждый надеется, что его работа будет оценена. Признание – это вообще то, ради чего работает любой художник, артист в частности, потому что признание зрителей – это одно, а признание коллег-профессионалов – это другое. Это как раз возможность сказать, ну да, я в этот раз молодец. Лучшая актриса музыкального театра – солистка оперы Ирина Янцева. Женская драматическая отправилась в Тольяттинское колесо к Ольге Самарцевой. В другой Тольяттинский театр юного зрителя «Дилижанс» уехала и премия за лучшую мужскую роль, которую исполнил Константин Федосеев. Если с главными ролями жюри было все понятно, то что же такое роль второго плана, объяснить оказалось трудно. Но актриса самарского драматического Евгения Оржаева, получившая эту премию, знает ответ на этот вопрос. Ну, надо просто всегда быть рядом, со всеми, наверное, с партнером обязательно, со всеми, со всеми, просто быть рядышком и быть на их волне. В жанре кукол были отмечены Екатерина Баженова из театра «Лукоморья» и Александр Кочудаев из «Пилигрима». Одна из самых значимых номинаций за вклад в развитие театрального искусства Самарской области в этом году ею были отмечены двое народных тольятинец Виктор Дмитриев и примы Самарской драмы Жанна Романенко. Я еще не хочу бронзоветь, делаться памятник. Я хочу работать, тем более я работаю очень много. И уже сейчас репетируем, и еще будем репетировать, поэтому все еще впереди. Честь наградить лучших молодых актеров выпала генеральному директору телеканала «Самара ГИС» Андрею Волковым. Музу получили актер театра драмы Владимир Морякин за роль Холстомера и актер театра студии «Грань» Даниил Богомолов за «Короля Лира». Режиссеру спектакля «Король Лир» Денису Бакурадзе пришлось подниматься на сцену аж четырежды. Его подопечные во время награждения как раз играли эту постановку в Новокуйбышевске. Премиями также была отмечена актриса «Грань» Любовь Тювилина как «Лучшая молодая», поделив награду с актрисой самарской драмы Натальей Ионовой. А сам спектакль получил целых два спецприза жюри за «Лучший актерский ансамбль» и «Лучший спектакль». Самый важный – это, конечно, ансамбль, потому что я как режиссер и художественный руководитель бы ничего не смог сделать, если бы не было той труппы тех актеров, которые есть. Поэтому для меня огромное счастье, победа каждого в спектакле, для меня действительно моя личная удача. Уже 22 года Музу находит своих героев, подстегивая актеров не останавливаться на достигнутом и совершенствовать свое ремесло, радуя зрителя новыми премьерами. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующему эфиру. Дошли руки. Какие перемены ждут четвертую очередь Самарской набережной? Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. В год экологии в Самарском регионе высадят рекордное количество лесов. День рождения буревестника революции. Репортаж о самарских годах жизни Максима Горького. Внимание телезрителей, с 23 марта наш телеканал вещает в сети Дом.ру в цифре на 22-й кнопке, а в аналоге на 24-й. Ну а наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся.